Здарова, дружище! Как мы с тобой давно этого не делали? Ё-моё! Сколько у нас уже видео не было на канале? Наверное, больше полугода, да? Короче, родной, здорово! Здарова, дружище! Как у тебя дела? Давно не виделись? Я чё, собственно, здесь делаю? Я не сдох! Давай, вместе! Мемология! Да, люблю её! Моя любимая мемология! Мы сегодня с тобой её посмотрим. Я хочу до Нового года снять парочку, хотя бы парочку видео. И потом мы с тобой уже в следующем году посмотрим, как будет по времени, по возможностям. Вот. Не уверен, что я успею что-то такое прям большое посмотреть, потому что банально не успею. Но я просто хотел хоть что-то сделать. Я хотел тебя увидеть, родной. Я хотел просто с тобой увидеться. И посмотреть, конечно же говоря, не бу-ди, родненький. Как жизнь у него? Я не знаю, вышел ли он вообще из депрессии или нет. Этот вопрос мне неизвестен, но... Мем с польской версией Мишки Фредди. О, холера! Че-то Фредди Фазбер? О, 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 о Видео польского тиктокера в июне 2023... Зато видео больше минуты! Время точно изменилось, вообще не то, вообще все стало иначе. Почему у него 4 минуты видос? В комментариях никто об этом не пишет. Осталось скорость не пояснить, кто такой Фредди Фазбер. Ладно, давай, поехали. ...года, на котором он насвистывает мелодию, а затем подходит к мусорному баку. И нет, не к этому баку, а к этому. Потому что медведь сам является мусоркой. Вы это могли не понять, если смотрели обрезанную версию этого видео. А как у него вообще закидывать что-то? А, ты ему в рот закидываешь. То есть я могу Федору в рот наложить... Блядь. ...мя как я. Лично я думал, что это просто какая-то фигурка для детей. И вообще, зачем ставить две мусорки рядом, если не тут пошло? Причем эта мусорка с медведем не самая дешевая. Не знаю, зачем вам эта информация. 500 долларов! Возможно, кто-то захочет себе... 500 долларов за Федора? Дорогая какая собака. Какого Фредди Фазбер домой прикупить? Ну так вот. Герой видео со своим другом подходит к этому медведю и напевает мелодию. Five Nights at Freddy's One Song. Нету. Я хочу мелодию повторить сейчас, подожди. Которая у всех и ассоциируется со ФНАФом. Ну или Марш в второе другое. Кому как удобнее. Первое видео на канале. Ты ожидал что-то нормальное, наверное. Ты ожидал что-нибудь разумное, наверное. Утопию, может быть. Нет, ты видишь здесь только Андрюха, который косплеит тюленя. Но это мем, который у меня в душе. Стоит сказать, что исполнять эту мелодию таким голосом не новая идея. Впервые забитбоксил тиктокер еще в 2021 году. Забитбоксил? Нихера себе! Слушай, ну он хорош. Все, вы видели мемы с этим звуком, которые выходили ранее. Я его видел. В нем нравится. Но в конце видео они безжалостно пинают бедного одинокого стоящего медведя. Который и так терпит унижение, когда люди в него кидают банановые шметки. Заметь. Не буди, иначе вставлять обработку видео. Раньше же, раньше же вообще не то было в мое время, да? Он же просто разговаривал. Он просто обозначал, что такое этот мем. И толком ничего не говорил. Теперь он даже добавляет монтаж. Я его даже не добавляю. И сигаретные бычки. Еще и в конце оголяют позор, что хранится внутри него. Нет, ну реально, в такой неплохой модели мусорного бака всего лишь поставили помоенное ведро. В которое даже мусор не попадает и летит мимо. За два месяца видео набрало почти 5 миллионов просмотров. И другие люди в тиктоке начали использовать этот звук для своих видео. Например, находя точно такую же модель медведя в своих городах. Поляки, кстати, поляки. Поляки очень активно захватывают тикток и инстаграм. Я недавно подсел на инстаграм. Я тебе говорю, это моя... Я стесняюсь тебе в этом признаться, родной. Я бы лучше признался в чем-нибудь ужасном, но более-менее ужасном. Но это прям вообще пипец. Я, короче говоря, там постоянно вижу... О, курва, бомбер! И все такое... Поляки мне нравится. Я поеду в Польшу, буду так разговаривать. Позже под этот звук стали подставлять видео с настоящими медведями. Что выглядело еще забавнее. Иронизирование образа мишки Фредди стало эксплуатироваться на полную. Вторым популярным звуком стала английская версия. Не буди, иначе добавлять больше примеров мемов. Ууу! Новый год, новая жизнь. Вот это да. Вот это мне нравится. Слушай, реально, мне уже больше нравится. Раньше он добавлял уже сколько? Один пример мема за все видео. Этого мема. Где микрочел также подходит к мусорному медведю и напевает мелодию. Эм, ребята? Это Фредди Фазбер? Ну, по-моему, самое смеш... Там на фоне вот этого, когда... Добавить, знаешь, расстегивание ширинки. И это видео обретет совсем другой смысл. Извини. Я испортил тебе, наверное, жизнь теперь. Начная версия с этим звуком. Была видео, где автор атаковала фигура, напоминающая что-то между медведем и дельфином. Атаковал. Эм, ребята? Это Фредди Фазбер? О-о-о-о-о! Еще был популярен другой звук с колосом жителя. Созданный с помощью ИИ. Охренеть. Ну и, конечно, не обошлось и без... Да, охренеть. Я слышал, кстати говоря, недавно Цоя в Искусственном Интеллекте. Мне так понравилось. Очень клево. Змешапов. Блин! Не буди, красавчик. Теперь даже смотри видео по пять минут. Он, наверное, много вставляет туда разных мемов. Много всяких других вещей. Количество мемов в ролике зашкаливает. Ёпта! Ты очень крут. Я не знаю, как, но он предугадал, что произойдет. Он знал. Интерект — это способность адаптироваться к изменениям. Интерект — это способность адаптироваться к изменениям. What the fuck? Проходят годы, а ФНАФ еще не потерял свою популярность. Я согласен. Ну что, родной? Это один из самых лайтовых мемов, на которые делают ваши мешапы, анимации. Да, мне очень понравилось. До чего докатилась его жизнь? От простенькой хоррор-игры до мусорного бака. Ну, да. Мем про Наполеона ждем. А, то есть у него теперь другие проблемы, да? Он настолько долго ищет примеры мемов для своего ролика, что теперь он опаздывает, видимо, потому что этот мем, судя по всему, древний. Нет. Какое чувство у вас возникает при просмотре этой фотографии? Видели ли вы ее ранее? Снилась ли она вам? Нет. Эта картинка просочилась в просторе интернета в начале этого года, но некоторые люди писали, что видели ее ранее, хотя подтвердить это никто не может. Это так называемый эффект Манделы, когда у нескольких людей возникает совпадающее восприминание, противоречивающее реальным фактам. Давайте рассмотрим ее поближе. Сразу глаза бросаются существа, чертами более похожие на белого медведя, на фоне северного сияния и густого леса, с невероятной... Это какие-то теории по ФНАФу пошли. То есть, мы увидели мем из 2026 года. Скаженные мордой, похожие на голову Сида из ледникового периода, и аномально непропорциональными частями тела. Особое внимание можно обратить на его хвост. У белых медведей в природе довольно короткий хвост. Но в нашем случае, если представить, что это ноги, то создается совершенно другая и жуткая картина. Существо, подобно человеку с длинными конечностями, встало на колени на землю. В культуре стояние на собственных коленях, поза покорности, смирения, раскаяния из-за ошибки и содеянные грехи. В наши дни можно увидеть много странных и неестественных картинок. Вот этот мем про Смурф Кэта меня очень сильно удивил. Я не мог поверить, что он существует даже. Это можно писать на работу нейросети. Эта картинка не является исключением. Но если представить, что это фото действительно было сделано в 2026 году, то какой у нее бэкграунд? Существуют разные теории. Например, что это мутация, вызванная в результате выброса радиоактивных веществ. Также некоторые отсылаются на Виллоу Проджект. Проект по гурению нефтяных скважин на равнении северного склона Аляски, который может понести... Он сейчас начал серьезно обсуждать, что это из 2026 года мем? Не буди. Что такое? Три месяца назад. ...вред экологии, в том числе белым медведям, которые и так находятся под угрозой вымирания и занесены в Международную Красную Книгу. Как бы это ни было иронично, мем стал популярным намного раньше, чем ноябрь 2026 года. Но никто не посмеялся. Наоборот, многих эта картинка вызывала страх. Надпись оказалась правдивой. Никто этот мем не понял. Но что тогда такого должно произойти в том году, что мы сможем осознать его? Возможно, люди совсем потеряют значение слова «мем». Или оно будет иметь совсем другое значение. Ну, или произойдет нечто ужасное, соответствующее духу этого мема. Так что ждем ноябрь 2026 года. Не знаю. Чтобы все-таки понять. Я бы поставил этому мему 10 из 10. Он хороший, но ты не поймешь. Я его понял. Ты не поймешь. Sorry. Я просто нахожусь настолько шагов впереди всех мемов, что я понимаю просто все. Вот. А мему про нашего любимого Федора я поставлю тоже 10 из 10. Потому что это мем про Федора. Как бы тут невозможно иначе никак. Никогда. Ладно, родной. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментарий. У нас до Нового года осталось несколько дней. Каждый день я буду выкладывать тут видосы, а потом посмотрим. Пока на этом все. Пока. До скорого. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok